Здарова, народ! И все любители КВ-2 сегодня у нас будут очень сильно довольны, потому что посмотрите, что наделал игрок в этом бою на легендарном КВ-2. Очень красивый боецкий с неожиданным результатом, так скажу вам, но сейчас, короче, сами всё увидите. Всё, внимание на экран, карта у нас Карелия КВ-2 в середине списка, так скажем, с седьмыми, но при этом и с пятыми уровнями. Ну, собственно говоря, дальше всё зависит от нашего героя, арты нету, значит, можно где-то немножечко наглеть, вылазить, не боясь подставиться под арту, хотя всё равно КВ-2 довольно картонный, и если уж слишком сильно наглеть, то и без арты нас могут неплохо поднаказать за эту наглость. Так, ну, наш герой пока наглеть не спешит, занимает здесь ПТ чисто позицию и сводится на КВ-1 впереди, и вот первый снаряд вообще безрезультатно куда-то туда вдаль улетает. КВ-1 посмотрел на нас, посмеялся и поехал занимать себе спокойно гору, которую, видимо, наша команда решает отдать, да, даже не видимо, а точно решает отдать, потому что полностью бросили. Ну и, собственно говоря, КВ-1 даёт нам ещё один шанс, и этот шанс мы тоже не используем, точности не хватает. Нефиг на КВ-2 в кустах, хрен пойми, где сидеть. Вот, поэтому такое и получается. Так, вот у нас Лео здесь, это картонный товарищ, здесь как раз-таки у нас хороший шанс выдать первую солидную уже такую тычку. Посмотрим, получится или нет. 900 хп у Лео, 997 сводимся. Ну что, полетит по Лео или не полетит? Давай. Полетело на 478, правда, уже. Не такая уж, конечно, прям солидная тычка, но хоть что-то, потому что по КВ-1 вообще ничего не давали. Так, ну сейчас, если Лео там не одумается, так сказать, да, то мы выйдем и повторим этот подарочек, почему бы и нет. Но, по-моему, он всё-таки не желает ещё раз получать от КВ-2, поэтому за угол спрятался и там тихонечко себе сидит. Ну ладно, там, мне кажется, скоро надоест товарищам из красной команды сидеть там за углом, и они начнут выкатывать потихонечку, пытаться здесь что-то продавить, и у нас появятся ещё шансы дать красивые ваншоты. Кстати, счёт тем временем уже 0-4, у нас полностью слит центр карты, там вообще никого нет, он, Скорпион, там катается себе в своё удовольствие. И если на такой счёт смотреть, то у противников должна уже потихонечку появляться смелость, и они должны начинать действовать более агрессивно. Ты смотри, КВ-1 заговорённый какой-то, а? Не летит вот по нему и всё. Что ты поделаешь? Так, ПЗ-4АЖ перед нами, 519 ХП, давайте тоже проверим его на прочность. И 85-очка тут ещё, ты смотри, вот я о чём и говорил. Вот она наглость пошла, и сразу они за это расплачиваются. На 810 по Т-34-85 с любовью залетает. Отличненько. Кто ещё желает? Может, КВ-2 из вражеской команды, тысячу 60 ХП у него тоже шанс. Хорошую тычку ему залупасить. Ну или вот Валверин вообще для нас подгончик, да, подарочек. Тоже залетает отлично. 6-8 счёт. Ну что вон, 1060 ХП у КВ-2. Давайте проверим, что он там подготовил против нашего снаряда. Сейчас уточним у него. Здравствуй, КВ-2, как вы тут стоите? Хорошо? Хорошо стоит КВ-2. На 182 всего. Ну это, видимо, куда-то туда, в маску орудия, походу, залетело. Потому что, ну совсем мало. Ну, КВ-2 вообще тут не собирается никуда уезжать. Поэтому можем дальше продолжать поливать его своими фугасами. Ну, второй тоже не густо. На 290. Я скажу вам, что вот я сколько БФ отсмотрел, довольно часто. КВ-2 друг друга вот конкретно так или пробивают, или вообще ваншотят. Вылетает там огромная альфа. А здесь вот такими небольшими подходиками наш герой, ну, вроде как, что-то наносит. Тут уже 97 КП осталось, и КВ-1СМЗ его добирает. Тем не менее, уже 2500 урона, даже больше. В принципе, результат довольно неплохой. Ну и тут ваншотные товарищи. Это уже нам так на зубок. Он ЛТГ заезжает. Лео тут уже прям под носом стоит. Ля, ЛТГ проехал мимо нас и не обратил даже внимания. Никакого. Ну, тогда мы сейчас и на Лео еще выйдем. Почему бы нет, если разрешают нам товарищи. 30 КП Лео оставили. Ну, тоже 489. Не прям, что в супергигантской альфа, но что есть. В итоге Лео добирают, и у нас сравнивается счет 11-11. В принципе, неплохие шансы и затащить этот боецкий. Ну, а я давайте пока, народ, вам напомню, что спонсоры этого видоса, парни с классного сайта, вот кит, где вы можете себе золото и премиум танки получать. Советую на вот кит вот главный контейнер, из которого больше всего крутых призов выпадает. Там и голдишка, и премтанки. Залетайте. Ссылочка на вот кит в описании. А если будете счет пополнять, еще вот этот наш классный промокод вводите. По нему каждый получает гарантированный подарок-бонус при пополнении счета. Также внизу сайта вот кит, не забывайте вот эту кнопочку участвовать, прожимать. Это ежедневная раздача 5000 золота. Я там голдишку поднимал, так что шансы есть. Только один нюанс, эту кнопочку надо прожимать каждый день. Поэтому, кто сегодня не нажимал, быстрее по ссылочке в описании, залетайте на вот кит, вниз сайта листаем, и вот эту кнопку обязательно прожмите. Там я голду реально сам поднимал. Поэтому, в принципе, очень неплохие шансы. В общем, все в описании под видео. Там внизу ссылочка и промокод на вот кит. Все ищите там. Обязательно промокод введите. По нему реально каждый получает гарантированный подарок-бонус. А мы смотрим далее. Что у нас здесь? Ситуация в 4.2. Остается мистер Чито СП. Еще басот-то тут против нас, да? Но ситуация 4.2, в принципе, очень неплохая. Но там у них еще довольно приличный запас ХП. Посмотри, он фуловый басот-то. Как минимум, да, шанс нам выдать ваншотик. Но уже не фуловый. Он уже там наш КВ-1 СМЗ развлекается. Смотри, добрал басот-то. Квасика нашего. И ситуация 3.2 уже. Ну что, захват базы идет. Там вроде наши союзники решили не тянуть кота за бубенцы, да? И погнать на захват базы. Забраться и спокойно базу брать. Не выдумывая тут никаких новых тактик. И потихонечку мы проезжаем. Че у нас тут басот-то где-то прогуливается. И вон еще ЧИТ ОСП. На басот-то выехали. Полетела. Нормалечек. Четвертый фраг. Ну там уже почти базу взяли. Наверное, мы не успеем ЧИТ ОСП найти. Потому что наше командание, посмотри, съехали с захвата базы. Дают нам шанс еще закинуть по ЧИТ ОСП. А ЧИТ ОСП фуловый. Тысяча хп. Ну-ка, давай проверим тоже. Ля. Вот в этом бы просто не летит гигантская альфа у нас никак. Да? Вот все до 500 в основном. Никак мы не дадим там 900. Косарь. Было бы, конечно, поприятнее такое выдать. Ну что, пятый фраг будет? Дадут нам тут союзники? Нет, не дадут уже. Ну и так. Очень неплохо отыграл КВ-2. Лайк, подписку не забываем. Идем к итогам. Так, и тут у нас основной калибр Мастер. 4375 дамага. 4 фрага. Вот такая красотень. Сейчас вверху справа прошлый видос появляется. Залетайте, смотрите в описании. Заглядывайте, там ссылочка на воткит. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ! Субтитры сделал DimaTorzok.